Всем привет, друзья! Начну с новинок. Привезли сегодня печень индейка весовая Пава-Пава-Индейка. Такой у нас еще в магазине не было. Так, ценник 216.40. Есть голень индейки 181.30, белгородская индейка. Набор домашний из цыпленка бройлера 169.70. И стейк голени индейки 187.20. Ну что ж, отлично. Мясо индейки можно приготовить очень вкусно. Так, еще одна новинка в холодильнике. Это у нас замороженная цветная капуста. Килограмм стоит 139 рублей. Такие вот мешочки фасованы. 139.80. Узбекистан. Открыл холодильник. Прямой аромат пошел клубничный. Рядом клубника лежит по 216.40. Один килограмм. Так, зашли в холодильник битком. Товара полно. Все полки заставлены. И сыры, и сметаны, и йогурты. Различные сладости. Молоко, колбасы. Все есть. Мясо, вот горчица. В прошлых роликах показывал на все ценники. Так, вот такая новиночка. Продукт плавленный со вкусом бекона. Мелкий состав, я думаю, на экранчике можно будет как-то разобрать. Рядом тот же производитель, но сливочный. Продукт плавленный, сливочный. 60%. Ценник одинаковый. 71.30 за 400 грамм. Тут заменитель молочного жира. Рядом сырный хуторок с ветчиной плавленый сыр. Так, составчик на задней стороне. Творог, вода, кивая, масло сливочное, сыр, свертка молочная, сухая и так далее. Нажмите на паузу, почитайте. Этот подороже. Так, привезли вот такой вот студень. Неплохой на фуз, кстати. Праздничный студень, праздничный. Ну, выглядит как холодец. По консистенции. Охлажденный. Мясосодержащий продукт категории B. Составчик мяса свиных голов и так далее. Почитайте. 69.44. Вот такой кусочек. В принципе, недорого. Ну и можно с макарошками, с картошечкой недорого поесть. 125.80. Полно сегодня мороженого. Орел засыпали. Альпенгольд. Несколько дней подряд не было. Сегодня привезли. 36.90 и 39.90. Альпенгольд. Альпенгольд. Кстати, мне больше нравится. Но это уже дело вкуса. Вот такая вот новинка. Ветчина к завтраку. Вариант сервировки. 100% натуральный продукт. Симпатичная ветчина нарисована. Масса нет. 325 грамм. Баночка. Состав свинина. Мясо птицы. Мехобывалки. На первом месте свинина стоит. Комплексная добавка ветчины. Соль поварена пищевая. Смесь специй. Вода. И все. В принципе, нормально. Агроторг. Троицк. Срок годности на окрышечке. Написан. И ценник. 63.10. Ну, если денег не хватает, а икорный вкус очень хочется ощутить, вот есть структурированная икра. Лососевая. 140 грамм. Баночка. Состав лососевая икорная натуральная масса. Вода питьевая. Соль поваренная. Пищевая. Это та же самая икра, только она мягкая. Смесь такая получается. Масса икорная. Ну, в принципе, на вкус похожа на икру. Ценник подешевле. 189.90. Так. Вышли из холодильника. Привезли печенье имбирное в сахарной глазурью. По 137 рублей. Вот так оно выглядит. Печенье имбирное в сахарной глазури. Состав мука высшего сорта. Маргарин, столовая и молочная. С содержанием жира 82%. Масла растительные и так далее. Так, привезли чаек каркаде. Суданская роза. Отлично. Сейчас летом каркаде заваривать самое оно будет. Масса нету 200 грамм. Надо взять вот этот попробовать. Потому что в последнее время Чаи берешь. На вид нормально. А на вкус солома. 69.80. Так. Еще привезли вот к чаю. 193.40. Ванильная фантазия на печенье с джемом и глазурью. Вес 1 килограммчик. Вот такие вот свежие печенюшки. Воронежская область. Город Воронеж. Делает. Так. Составчик мелкий. Кого интересует. Может быть на экране получится разобрать. Но здесь и все как-то размазано. Написано. Так. Вновь привезли. Отлично. Возьму соус к шашлыку. Стебель бамбука. Все время брал его. Потом он надолго пропал у нас из магазина. Вот сейчас привезли. Идеален для мяса. Из шашлыка соус. С зеленью. Придающий блюдам пикантную остроту. Так. Составчик. Вода питьевая. Томатная паста. Сахар. Соль. Репчатый лук. Извиняюсь. Яблоки. Морковь. Кориандр. Перец. Чили базилик. Петрушка. Нормальный состав. Ну и ценник не изменился. Нормально. 40 рублей. Отлично. Всем удачи. До встречи. Пока.